Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. И сегодня я вам расскажу, как вязать крючком игрушки, так, чтобы у вас при набивке не образовывались дырочки. Первое правило, которое вы должны запомнить, мы должны подбирать крючок, который будет меньше на 1-2 размера, чем это нам рекомендует производитель на упаковке. И вообще, как я выбираю крючок, например, у меня сейчас в работе ниточка ирис от Виты и крючок номер 07. Я заклеила, кстати, скотчем заклеиваю крючки, для того, чтобы не стирались вот эти надписи. Я, когда подбираю крючок, я смотрю, если у меня, в принципе, я могу зацепить ниточку, вот так вот, видите, она полностью ложится в шейку крючка, немного выступает, но нормально, то есть она не утопает там, нет просвета, видите, вот, она прячется. В принципе, такой крючок очень хорошо подходит. Если мы сравним с крючком, например, единичкой, вот, смотрите, тут, в принципе, тоже мы видим, что можно вязать и единичкой эту пряжу, но если я вижу, что я могу эту пряжу вязать меньшим крючком, я лучше подберу меньше крючок 07, чем номер 1. Так я еще больше увеличиваю шанс того, что у меня не будет дырочек при вязании. Это первое правило, то есть мы подбираем максимально маленький крючок пряжи, максимально маленький. Следующее правило, это то, что вот мы, когда вяжем полотно, у нас вот эта вот петля, которая, когда мы завершаем вязать столбик, либо какой-то другой элемент, у нас эта петля должна максимально быть затянута. Она не должна иметь вот такой вот просвет, не должна болтаться. Она должна плотненько обхватывать крючок. Что делать для того, чтобы плотно обхватывал? У меня, я когда вяжу, я держу крючок как ручку. Конечно, если вы вяжете обратным хватом, то, скорее всего, вы эту петлю будете держать указательным пальцем и делать следующим образом. Мы придерживаем эту петлю, чтобы она у нас не увеличилась. Захватываем ниточку. Придерживаем теперь 2 пальцем. Захватываем ниточку и протягиваем. Теперь посмотрим, как я вяжу. Я придерживаю не указательным пальцем. Если я указательным пальцем буду держать, мне не очень удобно, у меня будут пальцы уставать. У меня крючок лежит, я держу его двумя пальцами, а вот эту петельку я придерживаю средним пальцем, потому что он длиннее и хорошо ложится на крючок. То есть я точно так же затянула хорошенько эту петлю, для того, чтобы она не болталась. Видите, никакого просвета нет, она плотно облегает крючок. Придерживаю ее средним пальцем, ввожу крючок внутрь, петельки, вытягиваю. Теперь держу две петли и провязываю две петли. Следующий момент, с которым сталкиваются многие, по вязанию плотно я вам рассказала все. Но когда вы будете вязать плотно, вы можете столкнуться с такой проблемой, как часто сталкиваются девочки, они ломают крючки. Я за свою жизнь поломала один единственный крючок, в плане того, что не вот, например, не вот здесь вот вылетел крючок с ручки, а именно поломала головку крючка, либо как-то пакнула. Это был один случай, когда я использовала, так скажем, крючок не по назначению. Я притягивала несколько ниточек через один столбик без накида и так как сильно тянула, я отломала головку крючка. Что делать для того, чтобы у вас не ломались крючки? Значит, мы вяжем плотно игрушки и, конечно же, когда мы вяжем плотно, крючки у нас могут ломаться. Чтобы они не ломались, мы должны крючком делать вот такие вот движения. Я сейчас показываю вам максимально, какие мы движения должны делать, но вы будете делать эти движения минимально. То есть мы будем вот так вот крутить вправо-влево, вправо-влево. Смотрите, я буду показывать медленно. Я держу петлю, ввожу крючок и начинаю его, смотрите, в пальцах вот так вот проворачивать. То есть я его пропиливаю расстояние. Это еще помогает, еще вас спасет от такой ошибки, что вы когда будете, если вы просто будете пробивать, то у вас крючок, когда найдет путь в движение, вы просто пробьете полотно и пробьете себе палец. У вас будет страдать вот этот палец, постоянно вы будете его дырявить. Чтобы этого не было, мы делаем вот такие вот вращательные движения. Просунули крючок, захватываем рабочую нить и вместе с рабочей нитью мы снова делаем вот такие вот колебательные движения для того, чтобы ниточка легко вышла. Придерживаем эти две петельки, снова захватываю нить и помогаю и вот этой рукой, если мне нужно полотно, то есть я его выворачиваю вот так, вот так. Смотрю, как у меня крючок идет, как головка идет, для того, чтобы, если вдруг крючок где-то зацепился, я никогда не буду его вот так вот драть. Если вы будете так делать, у вас будут ломаться крючки. Вот, ну, конечно же, если есть и плохие крючки, производитель, да, они могут сломаться, но я говорю вам на своем опыте, если вы будете нежно обращаться с полотном, то есть, видите, я прокалываю и понимаю, что дальше у меня крючок не идет. Если я сейчас буду дальше бить его, просовывать, он у меня соскочит и пробьет вот здесь вот этот палец. Что я делаю? Я начинаю его вкручивать в полотно. Захватываю и точно так же вывожу. Это не всегда нужно делать, эти вкручивающие движения. Только если вы чувствуете, вот здесь, например, все нормально у меня провязалось. Если вы чувствуете, что крючок не проходит, вот я, например, захватила, нет, здесь уже проскочил. Ну, то есть, вы когда будете вязать, вы поймете, вот не идет крючок, значит, я должна его как-то повернуть там, для того, чтобы он проскочил. То есть, я его поворачиваю туда-сюда, туда-сюда. Я надеюсь, что эти такие маленькие хитрости помогут вам в вязании плотных красивых игрушек, в которых не будет никаких просветов, у вас все будет получаться, ваши пальчики будут целые, не будут вот здесь вот у вас дырки, вы не будете ломать свои инструменты и у вас все будет получаться. Если вам понравилось это видео, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх, подписывайтесь, потому что вы здесь увидите много интересных мастер-классов, смотрите мои влоги, делитесь этим видео в социальных сетях. Спасибо большое за внимание, до новых встреч, пока-пока!